Михаил Делягин Наше государство выглядит ужасно Политика Проблемы национальной политики 20 октября 10.23 Михаил Делягин Наше государство выглядит ужасно Опыт Гаити, Сомали, Украина показывает Хуже может быть всегда Михаил Делягин Комментарии в просмотров 17222 Фото Сергей Савастьянов, ТАСС Россия и мир входят в эпоху распада глобальных рынков на макрорегионы и срыва человечества в глобальную депрессию Эта привычная научная формула маскирует чудовищные головоломные катаклизмы на фоне которых украинская катастрофа будет выглядеть, как проверочная работа по таблице умножения в начальной школе Поэтому следует внести ясность в вопрос о главном факторе конкурентноспособности о государстве Наше государство выглядит ужасно и в наших собственных глазах значительно хуже, чем в кривом зеркале самой враждебной пропаганды Простое перечисление его недостатков способно занять целиком даже самую долгую и счастливую жизнь Однако каждый кулигхает свое болото человек по самой своей природе как инструмент прогресса и человек русской культуры в особенности как острие и суть этого инструмента в любом явлении видят, прежде всего, проблему, недостаток, неудобство Мы созданы преобразовывать мир а не наслаждаться комфортом В этом неизбывная трагедия любой рекламы, любого потребления и, шире, всей рыночной экономики спытающейся остановить историю западной демократии и потому недооцениваем хорошее и переоцениваем плохое Читайте так же? Россия богатеет Вы верите в это? Обман 1 Скатились Ниже некуда По данным Растата Наши граждане с каждым днем живут все лучше Даже в самые гуманные времена мы считали власть и далеко не только свою так что это не только мазохизм варварской даже в самые передовые отсталые даже в самые динамичные заскорузлые это свойство человеческого и в особенности русского сознания Секрет глобальной конкуренции как и многое другое лучше всех выразили англичане Right or wrong This is my country Права или нет Это моя страна Абсолютной истины нет но абсолютная ложь есть и она является сутью либеральной пропаганды с конца 80-х Надо расслабиться и поддаться нам потому что хуже уже не будет Опыт Гаити Сомали Украины и Центральноафриканской Республики показывает хуже может быть всегда И даже государственность как таковая сколь угодно неэффективная и враждебная народу не говоря уже о достаточно эффективной и рациональной воссозданной Путиным в сегодняшнем мире срывающимся в глобальную депрессию невероятная все более редкая привилегия и прекрасная стартовая позиция для общества Пока можно государство надо улучшать ибо разрушив его его можно лишиться уже навсегда И самое убогое самое враждебное народу государство дает ему несравнимо лучшие условия чем его отсутствие это его скелет его мышцы его мозг и руки Им должно овладевать а не разрушать его ибо оно главный инструмент борьбы народа за выживание и за развитие Читайте также Чистка правительства Медведева когда у Путина лопнет терпение Президент предпочитает видеть во главе обмена не умных а верных и от этого плохо всей стране В 2014 году перед лицом глумливого и кровавого торжества украинского фашизма перед лицом сплоченной ничем не спровоцированной агрессии Запада огромная часть русских поняла своих дедов и прадедов воевавших за советскую власть хотя кто-то считал ее антинародной Потому что культурно свою власть можно переиначить под себя а под властью культурно чуждой да еще и желающей вас уничтожить можно только умереть как бы ни было ужасно для многих из нас нынешняя гибридная бюрократия она даже если не учитывать только ее патриотическую часть неизмеримо лучшей диктатуры глобальной либерастии это наглядно показало сопоставление демографических ситуаций 90-х и 10-х годов и не разрушение государственности но овладение ею задача выживания и прогресса каждого из наших народов задача созидания нашей общей цивилизации в глобальной конкуренции в которую мы ввергнуты нас ждут жесточайшие столкновения и глубочайшие трагедии и нет сомнения что мы в силу нашей слабости и глупости будем проигрывать многие и многие сражения но, пока мы сохраняем силу духа, веру в себя и доброжелательный конструктивный интерес к миру пока мы оставляем шанс всем включая даже собственное государство мы сохраняем возможность победить в этой вечной войне за право на существование сегодня именуемой глобальной конкуренцией то, что для слабого и глупого является проблемой сильному и умному служит возможностью пора умнеть новости внутренней политики Россия богатеет вы верите в это обман один скатились ниже некуда экономический кризис правительство своего добилось Россия привыкает быть ущербной